Добрый вечер, уважаемые коллеги! И сейчас мое сообщение будет касаться таргетной терапии хронического лимфолейкоза. Это раскрытие информации. За свою историю терапия хронического лимфолейкоза претерпевала множество изменений. От алкилирующих агентов, которые применялись в середине прошлого века и давали незначительное количество ремиссий, до иммунохимиотерапии, которые являлись долгое время золотым стандартом лечения хронического лимфолейкоза. В 2010 году появилось много препаратов, которые влияют на различные звенья патогенеза хронического лимфолейкоза. Это ингибиторы тирозинкиназ брутона, ингибиторы PI3-киназы, которые блокируют пролиферацию клеток. Это моноклональные антитела, это проапоптотические препараты. Целью терапии в настоящее время является достижение длительной глубокой ремиссии, сохранение хорошего качества жизни пациента и сохранение баланса между эффективностью и безопасностью терапии. Выбор терапии базируется на характеристике болезни, ключевым моментом, которым является наличие или отсутствие неблагоприятных факторов, на соматическом состоянии пациента и на оценке возможных рисков химиотерапии или таргетной терапии. Если обратиться к клиническим рекомендациям, российским клиническим рекомендациям терапии первой линии, то в основном это таргетные препараты. Стандартная иммунохимиотерапия показана лишь небольшому количеству пациентов, небольшой когорте. Это молодой сохранный пациент без неблагоприятных каких-либо признаков. Это порядка 35-40% пациентов таких с хроническим лимфоликозом, а 60% это, конечно, доля таргетной терапии. Такая же тенденция и при лечении рецидивов, что большая когорта пациентов должна получать таргетную терапию. И первой ласточкой таргетной терапии является ибрутиниб. Исследование Резонейт-2, где ибрутиниб сравнивался с алкилирующим агентом хлорамбуцилом в первой линии терапии. И 7-летняя беспрогрессивная выживаемость составила 61%. И, конечно, разница видна по сравнению с хлорамбуцилом. Многочисленные исследования Альянса, Кок и Грин, Иллюминейт, которые применялись в первую линию терапии, где ибрутиниб сравнивался со стандартным лечением, со стандартной иммунохимиотерапией, конечно, доказали преимущество ингибитора тирозинкинасбрутона ибрутиниба. Объединенный анализ этих исследований. 8 лет наблюдения. Более 50 пациентов имели делецию 17-й хромосомы. Более порядка 70% имели немутированный вариант хронического лимфолейкоза. И 4-месячная беспрогрессивная выживаемость составила порядка 80%. Общая выживаемость 88%. Но ибрутиниб имеет достаточно грозное осложнение, в результате которого приходится отменять препарат, очень эффективный, но приходится отменять. Это кардиальная токсичность и геморрагическая токсичность. В основном кардиальная токсичность. Объединенные данные исследования Резонейт, Резонейт-2, Хелиос и Рей. Более 1500 пациентов. За 16 месяцев терапию пришлось отменить 6,5% пациентам в группе сравнения 1,6. И за 36 месяцев более 10% пациентов вынуждены отменять эту терапию. Достаточно эффективную. Но, тем не менее, даже несмотря на осложнение, терапия ибрутинибом все-таки имеет преимущество перед стандартной иммунохимиотерапией. В клинических исследованиях отменяется препарат в порядка 15%. В реальной клинической практике, где нет отбора больных, где они хуже отслеживаются, это порядка 35%. Действительно ли теразинкиназа брутона такая важная мишень для лечения хронического лимфоликоза? И можем ли мы иметь препарат с такой же эффективностью, но с меньшей токсичностью? Да, конечно, можем. Ингибитор теразинкиназ второго поколения, околобрутиниб, достаточно высоко селективный, обладающий меньшей токсичностью. За счет того, что не воздействует на ряд киназ, в основном и GF, и ТЭК киназу, он обладает меньшей кардиальной и геморрагической токсичностью. Исследование Elevate-TN в первую линию терапии, околобрутиниб в монотерапии или в сочетании с обинутузумабом сравнивается со стандартом лечения пожилых больных, со стандартом иммунохимиотерапии обинутузумаб-хлорамбуцил. И, конечно же, преимущество на стороне таргетной терапии. 87% беспрогрессивная выживаемость 4-летняя в группе обинутузумаб-хлорамбуцил, 25% и с течением времени эта разница становится еще более заметна. 5-летняя беспрогрессивная выживаемость 84% в группе околобрутиниба и 21% в группе хлорамбуцила. При наличии неблагоприятных факторов также огромная разница. При наличии делеции 17-й хромосомы или мутации ТП53 беспрогрессивная выживаемость в группе околобрутиниба 71%, в группе хлорамбуцила всего 18%. Общий ответ в группе околобрутиниба составил 96% из них, 32% полных ремиссий. В группе околобрутиниба 42% достигли молекулярных ремиссий. В группе хлорамбуцила только 9% удалось достигнуть молекулярной ремиссии. Общая выживаемость различается несущественно, но тем не менее 90% и 82%. Все-таки разница какая-то, но разница есть в пользу таргетной терапии. Профиль токсичности достаточно приемлемый. В основном это диарея и головная боль наблюдалось в группе околобрутиниба чуть больше, чем в группе обенатузумаб хлорамбуцил. Но нитропиния третьей степени больше были в группе хлорамбуцил-обенатузумаб, чем в группе околобрутиниб-обенатузумаб. Таким образом терапия не только эффективна, но она еще и менее токсична. Из нежелательных явлений особого клинического интереса, конечно, вызывает фибрилляция предсердий и кровотечение. В группе околобрутиниб-обенатузумаб фибрилляции предсердий в третьей степени были чуть больше 1% в группе обенатузумаб хлорамбуцил, чуть меньше 1%. В принципе, данные сопоставимы. И кровотечение 4,5%, там 1,2%. Но в принципе, данные сопоставимы. Что касается фибрилляции предсердий, они практически одинаковые. Другой таргетный препарат, винитоклакс, проапоптотический препарат, который прочно вошел в нашу клиническую практику, исследование CLL14, где винитоклакс в сочетании с обенатузумабом сравнивался, опять же таки, со стандартным лечением хлорамбуцил-обенатузумаб. И преимущество, конечно, на стороне таргетной терапии, химиотерапии фри. В группе GVN трехлетняя беспрогрессивная выживаемость 82%, в группе хлорамбуцил-обенатузумаб почти 50%. Что касается неблагоприятных признаков, в частности, мутации TP53, то тут как бы картина совсем печальная. Если в группе получавших винитоклакс-обенатузумаб медиана без прогрессивной выживаемости не достигнута, то в группе хлорамбуцил-обенатузумаб она составила всего 19,8 месяцев. Количество молекулярных ремиссий, конечно, было больше в группе VG. Через 18 месяцев после окончания лечения у 50% пациентов сохранялась молекулярная ремиссия в группе обенатузумаб хлорамбуцил, всего 7% у пациентов, у которых сохранялась молекулярная ремиссия. Профиль токсичности. Несколько больше было нейтропений в группе винитоклакс-обенатузумаб, но фибрильных нейтропений было наоборот больше, вернее, их сопоставимое количество, несколько больше было в группе винитоклакс-обенатузумаб и составило всего 4,2%. А синдром лизиса опухоли, казалось бы, два препарата, которые могут вызвать, и обенатузумаб и винитоклакс, но тут в этой группе было меньше синдрома лизиса опухоли, чем в группе хлорамбуцил-обенатузумаб. В целом профиль токсичности очень хороший, достаточно приемлемый. И, конечно, сочетание двух таргетных препаратов винитоклакса и брутениба, ингибитора тирозинкинас-брутона, дает совершенно потрясающие результаты. Исследование Captivate, МОП-ориентированное исследование, где сочетаются два таргетных агента, дается и брутениб в сочетании с винитоклаксом, дальше оценка минимальной остаточной болезни, пациенты, которые достигли молекулярной ремиссии, получают и брутениб или плацебо. И совершенно потрясающие результаты. Через 12 циклов терапии у 75% пациентов достигнута молекулярная ремиссия. Общий ответ составляет 97%, из них 51% полных ремиссий. И трехлетняя беспрогрессивная выживаемость в группе достигших МОП и брутениб плюс винитоклакс, 100%. Вот горизонтальная кривая в группе получавших плацебо, там несколько хуже. Это МОП, достигшие молекулярной ремиссии, получавшие и брутениб, продолжившие получать и брутениб до 26 месяцев, у них 100% беспрогрессивная выживаемость трехлетняя. В группе, которые не получали и брутениб, на этом остановились 95%, несколько хуже. Но, тем не менее, тоже высокая, и пациенты, которые не достигли МОП, но продолжили получать и брутениб или и брутениб и винитоклакс, трехлетняя беспрогрессивная выживаемость составляет 96%. То есть 2 года терапии и практически горизонтальная кривая, 100% беспрогрессивная выживаемость. И, конечно, добавление, вот МОП негативно, когда не достигнута молекулярная ремиссия, добавление и брутениба, просто и брутениба, достигается молекулярной ремиссии в 48%, а добавление и брутениба, и винитоклакса порядка 70%. Профиль токсичности хороший, приемлемый, нежелательных явлений немного. Единственное, что из нежелательных явлений 3-4 степени отмечалось нитропении порядка 35%, но фибрильной нитропении было немного. И, конечно, трехкомпонентная схема, когда 3 таргетных агента используются вместе, обинутузумаб, винитоклакс и ибрутениб, это 41 пациент туда вошел, туда вошли пациенты только с неблагоприятными факторами. У всех была делеция 17-й хромосомы или мутация ТП53, это также МОП-ориентированное исследование, и через 80% пациентов крайне неблагоприятные группы к 15-му циклу достигли молекулярной ремиссии, 58% пациентов достигли полной ремиссии. Но тут есть токсичность, это достаточно с осторожностью можно применять, потому что количество инфекций 3-4 степени порядка 20%. Терапия рецидивов. В рецидиве тоже прочно заняли место таргетная терапия. Исследование Мурана, винитоклакс и ретоксимаб в сравнении со стандартной иммунохимиотерапией, бендумустин, ретоксимаб и, конечно же, преимущество на стороне таргетной терапии. Общий ответ составил 93%, 66% полных ремиссий по сравнению с группой ВР, где общий ответ составил 67%. Через 22 месяца после окончания терапии в группе ВР 63% пациентов сохраняются молекулярные ремиссии. И это, конечно, наличие молекулярной ремиссии является предиктором беспрогрессивной выживаемости. И, конечно, у них медиана беспрогрессивной выживаемости не достигнута. И достижение молекулярной ремиссии на 97% снижает риск развития рецидива. И, опять же-таки, с течением времени преимущество таргетов становится еще более очевидным. Двухлетние беспрогрессивная выживаемость 85% и 36%, трехлетние 71% и четырехлетние 57% и 4%. Пропасть между таргетами и стандартной иммунохимиотерапией с течением времени становится еще более огромной. И преимущества таргетной терапии еще более очевидны. Пятилетнее наблюдение показывает, что 38% пациентов, у 38% сохраняется молекулярная ремиссия спустя 5 лет после окончания терапии. И только 25% пациентов имели прогрессию заболевания. Профиль умеренный, достаточно много нейтропений, порядка 50%, но в фибрильных нейтропений всего 3,6%. И все они встречаются, в основном все достаточно нежелательные явления встречаются в период комбинированной терапии. В период терапии винитоклаксом количество нежелательных явлений уменьшается. И 4-летнее наблюдение не показало новых сигналов безопасности. То есть нет отдаленные результаты по безопасности, достаточно хорошей терапии, имеет хороший профиль токсичности. И сочетание двух таргетных агентов винитоклакс и брутини, последования кларити при рецидиве. Достаточно неблагоприятная группа пациентов. 22% имели делецию 17-й хромосомы, порядка 70% имели немутированный вариант. Количество линий предшествующих терапий было от 1 до 6. И результаты очень хорошие. Через 12 месяцев комбинированной терапии у 89% пациентов был получен ответ. 51% пациентов, предлеченных с неблагоприятным прогнозом, достигли полного ответа. И у 36% пациентов была достигнута МОП-негативность. Через 26 месяцев комбинированной терапии уже более 60% пациентов достигли МОП-негативности по оценке периферической крови. Нежелательное явление особого интереса – это геморрагическая токсичность. Она встречалась в третьей степени в 3% случаев, и в 1% случаев это была фибрилляция предсердий. Достаточно приемлемый, хороший профиль токсичности. Что характерно, сочетание двух таргетных препаратов не увеличивает токсичность. Может быть, стали более присматриваться. Это уже более поздние исследования. Стали более тщательно обследовать больных, меры профилактики. Но нежелательных явлений на двух препаратах меньше, чем на каждом из отдельностей. Учитывая то, что эффективность достаточно высокая. Комбинированная терапия винитоклакс и брутиниб имеет огромные перспективы. И в настоящее время проводится достаточно много исследований. В частности, ГЛОУ-исследования для пожилых пациентов. Где сравнивается с обенатузумабом и хлорамбуцилом. И, конечно, преимущество на стороне таргетной терапии. И что примечательно, очень хорошее исследование ЧОЭ. Где включались пациенты с рефрактерностью к ибрутинибу. Увеличивалась доза ибрутиниба до 560, как при лимфомах. И добавлялся винитоклакс. И получали хороший эффект. Это пациенты, которые были рефрактерны к ибрутинибу. И комбинированная терапия таргетная. Она обладает высокой эффективностью. Имеет хороший профиль токсичности. И имеет фиксированную продолжительность. Что очень важно, что через 26 месяцев. Все-таки, даже кто достиг МОП, надо продолжать до 24-26 месяцев. Хотя бы ибрутиниб или аккалабрутиниб. Через 26 месяцев получаешь великолепный эффект. И отсутствие токсичности. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Татьяна Евгеньевна. Очень интересный доклад. У меня просто один вопрос. Скажите, пожалуйста, Татьяна Евгеньевна, вот я вижу комбинацию аккалабрутиниба с обинутузумабом. И вижу его преимущество по сравнению с монотерапией. Аккалабрутиниба. Не сильная. Но все-таки есть преимущество. Не сильная, но есть. А ибрутиниб-то почему не попробовали особенно тузуру? Попробовали. И что, не получилось? Попробовали. И там получилось исследование иллюминейт. Там получилось. Но тут все равно продолжительность терапии. Либо аккалабрутинибом, либо ибрутинибом. Оно все до бесконечности, до прогрессирования. Чем хороша комбинация с винитоклаксом? Фиксированная доза. Все равно с течением времени проявляются негативные явления. Если на первом году 6% пациентов с фибрилляцией, то дальше 10% и так далее. С течением времени это нарастает. Невозможно, тяжело давать его постоянно. Не каждый пациент это выдержит. Не говоря о финансовой токсичности. Не говоря о финансовой токсичности. Казалось бы, сочетание двух дорогостоящих препаратов будет более токсичным. Преимущества на первом году нет. Но на последующих годах преимущества и финансовой токсичности очевидны. С обина-тузумаб ретуксимаб ничего не дает, кроме увеличения инфекционных процессов. Добавление к моноклональным антителам нет необходимости в этом. Вернее, даже это не очень хорошо. Особенно в пожилой группе. Добавление обина-тузумаб увеличивает и эффективность, и достижение молекулярных ремиссий. Но все равно надо долго продолжать. Шесть раз дали обина-тузумаб или на токсимаб, а все равно продолжается. То есть будущее за комбинацией двух таргетов. Наверное, так. Оно уже есть. Ну, оно не совсем наше будущее, скажем так. Нет, оно уже наше. Единственное, что мы... Мы зарегистрировали эту комбинацию? Пока нет. Пока нет. Но в клинических рекомендациях она есть. Пока не зарегистрировали. Но мы и регионы по России это делают. Немного пациентов, потому что очень трудно пока обосновать для... Но будущее за этим. Будущее еще за ингибиторами тирозинкина с третьего поколения и картой клетками, которые нам пока недоступны. Понятно. Татьяна Евгеньевна, спасибо вам огромное. Я думаю, что мы завершаем хронический лимфолейкоз. Продолжение следует...